Что движет теми, кто выступает за Тихановских и прочих марионеток? Статья на Конте за 14 августа 2020 года. Прихожанка. Бурные дискуссии по поводу недавних президентских выборов в Беларуси заставили меня задуматься над таким вопросом. Чем руководствовались и продолжают руководствоваться те, кто требует в президенты Тихановскую? Я вспомнила конец 80-х, когда были массовые голосования на предприятиях по выборам директоров. Среди множества внезапно взлетевших тогда кандидатов, как-то не помнится, чтобы директором хотя бы одного завода избрали домохозяйку или, например, повариху заводской столовой. Избирали инженеров, начальников цехов, тех, кто представлял свою программу развития предприятия. Эта программа встречала одобрение у большинства работников. Извините, вот я уже читала сегодня статью, и там вот меня просто прорвало. Тихановская, она просто чья-то жена, не имеющая ни образования, ни какой-то программы, ни вообще ничего. Просто домохозяйка от плиты. Извините еще раз. А ведь директор завода решал отнюдь не все жизненно важные вопросы граждан. От него только зависело, как будет работать завод и как будут зарабатывать заводчане. Однако, когда избирают руководителя уже не завода, но страны, то выбирают того, от кого будет зависеть сам факт существования завода, да и страны со всеми ее гражданами тоже. Почему же сейчас мы видим небывалую сетевую, не только активность продвижения никому прежде неведомой, ничем себя не зарекомендовавшей домохозяйки с филологическим иностранным языком образованием, которая ничего внятного, кроме урезания собственных полномочий новых выборов, по сути дела, не предлагала? Заранее, перед выборами, вывезла своих детей в страну ЕС при помощи деятелей русофобствующей политической тусовки. На следующий день после выборов оказалась в Литве, откуда призвала народ не бороться, не противостоять милиции, не подвергать своей жизни опасности. Аналогия с нашими желторотыми навольнятыми, с президентом руины, а также с заморским Хуаном Гуайдо полнейшая. Что их всех объединяет? Первое. Абсолютная аморфность политической личности, без твердых убеждений, без внятной программы, без серьезной команды, без руля и без витрил, как и в истории говорили на Руси. Второе. Полезная оппозиционность всему существующему в стране порядку, по принципу ББЯГ против. Третье. Тотальная ориентация на Запад с такой же тотальной русофобией. Четвертое. Заведомая и нескрываемая управляемость со стороны западных кукловодов. Пятое. Логически вытекающая из всего этого способность в любой момент стать очередной сакральной жертвой. Кстати, цепкалая бабарика ничем принципиально от нее не отличаются. Избежав не без помощи КГБ, этой незавидной сакральной участи, Тихановская заявила, «Я уехала к детям. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, а многие возненавидят». Жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное. Не те, кто за нее проголосовал, не те, кто с требованием честных выборов рискует здоровью, нападая с прутьями на ОМОН. Нет. Как сейчас модно говорить в США и в Европе, их жизни для нее не важны. Важны только жизни самой Тихановской и ее семьи. И это лучший выбор для Белоруссии? И в свете всего, что выше сказано, хочется спросить всех, кто продолжает топить за Тихановскую, как за единственного возможного победителя честных выборов. Скажите честно, чего вы добиваетесь? Бесконечной череды выборов, которые обещает ваш кандидат? Чтобы она вернулась в Белоруссию на штыках европейских и американских, и сидя на этих же штыках, вами правила, озвучивая указания хозяева держателей штыков? Или просто из вредности, раз Белоруссия не досталась вашему кандидату, пусть она не достанется никому? Вы точно в этой стране живете? Вас пример тотального кидалова своих избирателей со стороны Зеленского ничего не учит? Хотите, чтобы вас также кинули? А разве вас уже не кинула ваша кандидатша, максимально отстранившись от всякой борьбы и заявив, что для нее важны не избиратели, а собственная семья? Именно такому человеку вы готовы доверить своей судьбе и свою страну? Вот только не надо тут рассказывать, что голосуя за Тихановскую, вы голосовали против Лукашенко. В избирательном бюллетене, который был в руках у гражданина Белоруссии, есть отдельная графа против всех кандидатов, то есть и против Лукашенко тоже. И последнее. Я неоднократно говорила, что не являюсь ни разу сторонником Лукашенко, но прежде всего и главным образом, я не являюсь сторонником развала Белоруссии и ее хаотизации по примеру Украины. Поэтому я хочу понять, чего добиваются те, кто голосует и выступает за таких марионеток? И понимают ли они, за кого и за что голосуют на самом деле? Чего хотят те, кто выступает за марионеток? Прихожанка, что движет теми, кто выступает за тихановских и прочих марионеток?